Специалисты, работающие на рынке недвижимости, отмечают увеличение спроса на них. Интерес к покупке земли вырос в России на 1,2% пункта и составил почти 25% от всего спроса в сегменте недвижимости. Однако перед совершением сделки важно проверить, подходит ли тот или иной земельный участок для реализации задуманных планов. О нюансах такой покупки рассказали в управлении Росреестра по Тверской области. В первую очередь выбирая участок, потенциальный покупатель смотрит место его расположения и площадь. Если все устраивает, он выходит на сделку. Однако спешить с этим не стоит. Перед покупкой земельного участка в первую очередь необходимо проверить принадлежность выбранного объекта недвижимости. Для этого продавцу необходимо предоставить покупателю актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости, а также документы, подтверждающие право собственности продавца. В данных сведениях содержится полная информация о приобретаемом объекте. В таких сведениях содержится, если они, конечно, есть в отношении данного земельного участка, сведения об особых зонах, установленных для него, которые накладывают некие обременения ограничения при использовании соответствующего земельного участка. Чаще всего граждане заинтересованы в строительстве на выбранном участке индивидуального жилого дома. На участках с категорией земли населенных пунктов и видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства можно строить дом, гараж и в вспомогательной постройке иметь огород. В таком доме можно будет жить постоянно и оформить прописку. А вот на землях сельскохозяйственного назначения, предоставленных для личного подсобного хозяйства, построить жилой дом нельзя. Перед покупкой земельного участка в целях дальнейшего строительства на нем жилого дома, убедитесь, что данный земельный участок не относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Исключение, если он расположен на территории ведения гражданами садоводства. Практика и реальность такова, что основная площадь земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области содержит обременение в виде сельхозугодий. И если есть такие обременения или ограничения, то на таких земельных участках запрещено строительство любых объектов капитального строительства. Другим не менее важным моментом является проверка категории и вида разрешенного использования земельного участка. Такая информация также содержится в выписке из ЕГРН. Кроме того, ее можно проверить посредством портала пространственных данных «Национальная система пространственных данных», указав кадастровый номер земельного участка. Также с целью получения подробной информации о возможности использования приобретаемого земельного участка в рамках действующего законодательства, необходимо запросить по нему сведения из Государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Составить такой запрос можно, подав заявление на портале Госуслуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова